Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Общаюсь с мужчиной, через месяц он приезжает, общаемся до мной очень хорошо. У меня дочка, у него дочка оба разведены. Я живу временную маму, очень переживаю, так как с ней отговорить надо. Будет много лишних вопросов, на которые я не хочу отвечать. Видеться будем часто после работы с дочкой, а дочка будет все рассказывать, как перебороть эти впечатления в голове. Прямо страх какой-то перед мамой, не 23. Ну, переборывать ничего не надо, потому что, вообще-то, стараясь побороть, да, вы только лишь усиливаете те тенденции, которые у вас, ну, и имеют место быть. Поэтому я бы не сказал, что перебарывание чего-то дает какие-то плюсы. И вообще-то, в какой-то степени, ну, бояться маму, ну, стесняться, давайте, давайте скажем так, стесняться маму нормально. Действительно, человек, вот, немножечко другой, да, действительно, человек в каком-то мыслипосторонний, вот, а и человек, который, судя по тому, что вы говорите, да, не уважает ваши личные границы, не замечает их, вот, что, конечно, ну, неприятно. Поэтому здесь испытывать определенные такие вот переживания вполне нормальные, вот, но другой вопрос заключается в том, что раз вы стеснялись, значит, вы не чувствуете то, чего вы хотите. Потому что если человек позволяет себе переживать то, что ему нужно, да, ну, например, я хочу сделать этого мужчину счастливым. Говорите вы себе, да, и не просто говорите, но чувствуете так, что вот для меня важно сделать его счастливым. Например. И все, вы это чувствуете. Стеснение никуда не уходит, стеснение остается перед мамой. Стеснение, как я повторюсь, это нормально. Но есть и другое чувство. Вот это вот. О котором я говорю. Ну, о котором я сказал. Понимаете? Ну, понимаете, да? Вот. Это чувство есть. И оно, это чувство. Ну, в общем и целом, вполне нормально. То есть, как бы, ну, адекватно. Ну, но вы сейчас на одно чувство делаете акцент. А на другое чувство нет. Не делаете. На одно вы обращаете внимание. На другое чувство. На то, что вы стесняетесь мамы. А вы свое внимание обращаете. И вы это замечаете. А то, что вы хотите сделать для мужчины, вы не замечаете. Вот вам нужно заметить здесь то, как вы относитесь к своему партнеру. Хорошо ли, не очень, боитесь ли вы чего-то, не боитесь вы, то есть, ну, вот, разные есть тут моменты. И на это необходимо обратить внимание. Лично мне показало, что вы стараетесь как-то вот контролировать ситуацию, которая происходит в ваших отношениях. Машине с мужчин. Мне так показалось, по крайней мере. То есть, мне показалось, что вот вы в какой-то степени, может быть, боитесь его потерять. И пытаетесь таким образом, как бы, предугадать то, что происходит, то, что будет происходить. На мой взгляд, это ваша собственная тревожность. То есть, вы сами тревожитесь здесь. И вот, вы тревожитесь, и вот, как бы, она переходит в то, что вы себе это объясняете с ними. С одной стороны. С другой стороны. С другой стороны. С другой стороны. Вы считаете себя недоставной. С другой стороны, вы зависели от сынки мамы. Вероятно, вы чувствуете вину перед ней. Такое ощущение, что не оправдали, например, ее надежды. Не оправдали ее ожидания. А вот, боитесь ее разочаровать и так далее. Следующее. Вот, если представить себе, что она задает вам вопросы, да, то вы не хотите отвечать. Понимаете, какая штука. Одно дело, если вы не хотите отвечать на вопрос, потому что считаете неприемным его. И другое дело, совсем, если вы не хотите отвечать, потому что боитесь с чем-то сталкиваться в этом. То есть, попробуйте, пожалуйста, заметить, что с вами начинает происходить, когда вы представляете, что мама задает вам вопрос. Постарайтесь ответить на это себе. Постарайтесь представить себе это в какой-то степени. Это очень важно. Что-то вам можно будет отталкиваться. Ну, и последний момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, заключается в том, что, как вы пишете, вы разведены у вас ребенок, вам 23 года. То есть, вы успели, да, уже выйти замуж, развестись и родить ребенку. Случительно очевидно, что здесь имеет место быть некое такое поспешное поведение. Поспешная модель поведения. Как будто бы спешить. Как будто вы довольно сильно подвержены, ну, увлечению, да, страсти, может быть. И как результат, потом, например, разочарование и обоценивание. При этом обратите внимание, что вы стесняетесь, то есть что-то зажимаете в себя. Мне кажется, что подобная порывистость, увлеченность, является следствием стеснительности. Соответственно, это нужно выправлять. Выравнивать, чтобы с одной стороны вы были менее стеснительны, с другой стороны, чтобы менее увлекающиеся были. Но это психотерапия, это работа, вот, постепенно. Поэтому, тут тоже есть нюанс. Дальше. Важным моментом является то, как вы позиционируете себя перед нами. То есть, ну, вот есть я, а есть нам. Как я соотношу себя с мамой? То есть, перед мамой я какая? Почему мне сложно сказать ей «нет»? Мне кажется, что глубинная позиция здесь в том, что вы боитесь не справиться с она. Ведь не просто так вы живете с мамой. Не просто так, точнее, вы к ней вернулись. Не просто так у вас нет своей жилплощади. Не просто так у вас нет обеспечения себя в таком объеме. Чтобы у вас была своя жилплощадь. То есть, вы как-то вот не особо стремитесь к самореализации. А значит, себя не чувствуете. А значит, себя принижаете по сравнению с мамой. Вот отсюда ваша трудность отреагировать на ее вопросы. Дело в том, что, ну, вопросы человек может задавать какие угодно. Ну, вы не можете ему запретить, да? Ну, человек довольно быстро отучается. Спрашивает, если получает соответствующую обратную связь. А вы ему не даете таковой, к сожалению. Вопрос заключается в том, как вы к этому приходите. К тому, чтобы не давать такую обратную связь человеку. На этом все. Все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. nostro thứ 1 2 3 3 3 4 5 6 Продолжение следует...